Матфея 7.24 Матфея 7.24 Он так и напишет, когда пришел, сел и приступили к нему ученики. И там же мы знаем, что были и другие люди. И в конце Нагорной проповеди Он сказал эти слова. Эти слова, которые мы очень хорошо знаем, кто с детства ходит на собрания, наверное, песни пели, и картинки много есть нарисованных. Эти два здания, два строения. И Он говорит, Иисус, что тот человек, который будет слушать слова Мои сии, который в данный момент тогда говорил в первую очередь, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Или наоборот, а кто не слушает и не исполняет, уподоблю мужу безрассудному. Также Он говорит, что будут стихии, будет наводнение, независимо, ты благоразумный муж или ты безрассудный муж. Будут. Но разница в том, что один дом устоит, а другой дом не устоит. И весь секрет в том, что его правильное основание, он строил на камне, он строил на словах Иисуса Христа, он строил на Слове Божьем. И в течение уже два месяца, наверное, мы часто, братья, говорили, и используя это слово основание, фундамент. И я хотел тоже, когда еще размышлял эти дни, тоже было желание еще раз обратить внимание на этот стих и увидеть, какие у меня и, возможно, у вас есть препятствия, чтобы строить на основании. На Слове Божьем просто и понятно написано. Но какие препятствия могут быть, чтобы строить над чем-то другим, но не основание Иисуса Христе? В своей жизни я заметил вот два препятствия, которые больших, это опыт и это авторитет. Опыт и авторитет. Чаще всего опыт, он ближе ко мне, к нам, чем Слово Божие. Вот я всегда так делал, значит, это правильно, значит, это хорошо. Не открыв Слово Божие, не молился, не постился, но и строю что-то не на основании, а на своим опытом. Возможно, даже этот опыт очень хороший. Второй, чаще всего авторитет легче услышать, чем Слово Божие. Вот даже вторая проповедь была сказана за проповедниками, которые весьма знакомы. И то, что он не точно говорил о Слове Божьем, не основании, многие люди, наверное, послушали и думали, для нас это лучше, ближе. Для нас это выгоднее, то, что он сказал. Даже авторитетный человек. Но если оно не основано на Слове Божьем, то к чему это приведет? Сегодня я хочу обратить внимание, что даже сам Моисей однажды, имеючи самый большой авторитет, но он сделал что-то не так, и падение было весьма великое. И потом опыт, который имел уже Иисус Навин, сделал, не основываясь на опыте, но вопросил Господа, и было строение весьма великое. Первый текст читаем, вторая законная, первая глава, 21-й и 23-й стих. Говорится так, «Вот Господь, Бог твой, дает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». Как просто объяснить эти слова? Вот если я поставлю здесь подарок, какой-то маленький, и скажу моему сыну, вот иди, как здесь говорится, «Вот Бог твой дает тебе землю сию, или этот подарок, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог твой, не бойся и не ужасайся». И зависит, какие мои отношения с ним, так он пойдет, возьмет этот подарок, если вокруг даже мы сидим, люди садятся, незнакомые, старшие, если он не довирает моим словам, он не пойдет. Его этот будет подарок смотреться, привлекательнее, но он будет бояться. Так же было и с израильтянами. 22 стих, что произошло. Это говорит перед смертью Моисея, который законен. Несколько десяток дней до смерти он рассказывает новому поколению, что произошло с первыми поколениями. Он сейчас комментирует числом 13 главу, как они переходили, как было 12 согладателей. Но там то, что он сейчас говорит, даже там точности не было записано у этого момента. Дальше 22 стих он говорит. «Но вы все подошли ко мне и сказали». Подходят все люди, как это было возможно. «Пошлем при собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой нам идти, и в городах, в которых идти нам. Слово «это мне понравилось». Вернемся к примеру опять с моего сына. Я ему говорю одно, а он говорит, «Ну, я хочу сначала, чтобы кто-то пошел проверил, все ли там хорошо». Это было неверие. Вот что было в израильтян в течение вот этих первых двух лет. Господь говорит, «Иди, стоит, бери, не берет, не бойся, боится». И к тому еще подходит к Моисею и говорят, «Моисей, вот мы предлагаем тебе новую идею. Перед тем, как идти, давай мы сделаем что-то еще». 23 стих. Авторитетный человек когда-то сказал такие слова, слова, которые часто может звучать из наших уст. Слово «это мне понравилось». Мне это слово понравилось, тот, кто проповедник сказал, тот, кто там, где-то в книге прочитал, где-то в интернете и не проверил со Словью Божьим. И что случилось? «И я взял из вас 12 человек по одному коленю от каждого человека». Да, потом в числах 13 главе говорим, мы читаем, что Господь сказал, «Ну, ладно, идите». Как-то бы им дал добро им идти. Но эта, ходьба эта, она не принесла благословения. Они все погибли, все здание просто рухнуло. Поэтому авторитет, который у меня и у каждого из нас есть, и даже мы для кого-то авторитетом являемся, кто-то нас слушает, принимает, насколько важно, чтобы это соответствовало Слову Божьему. Говорим ли мы то, что соответствует Слову Божьему? И слушаем ли мы других то, что соответствует Слову Божьему? Даже такой большой человек, как Моисей. Мы знаем, что в Деянии 17 главе говорится, что даже Павла некоторые братья, сестры усердно, ежедневно изучали Слово Божье, проходили по домам и смотрели, точно ли так. Когда мы слушаем слова авторитетных людей, проверьте, основано ли это на Слове Божьем. Второй пример об опыте. И вот сейчас стоит опытный Иисус Навин. Он это знал, все он знал, он близко был с Моисеем. Моисей умеет, пришло его время переводить через обетованную землю. И что он делает? Он знал, что Бог не разрешал им посылать, пробирать землю. Он знал, что после этого столько много было проблем и умерли все, в конце концов. И что он делает? Интересно, что не написано, что он делает, но в духе Иисуса Навина, в первой главе, в второй главе, видно, что он упросил Господа, а что мне сделать? Естественно, что все говорит, что если нужно, Бог сказал, иди брать, нужно идти брать. Если Бог сказал, бери, бери, иди, иди. Но он не отталкивается от опыта. Он снова идет к Господу. Может, если вернуться к ребенку моему, прошло вот спустя 5-10 лет, я снова привожу такой эксперимент. И он смотрит на меня и ждет, так что я теперь скажу. Может он побежать взять или что-то другое. Мы видим, как поступил Иисус Навин. И послал Иисус Навин из Сихема двух солгодателей тайну и сказал, пойдите, осмотрите землю Ерехона. Два юноша пошли и пришли в дом лудницы. Мы хорошо знаем этот текст Писания. То есть Иисус Навин не понадеялся или не применил опыт, который ему был передан. Он упросил Господа, как это сделать. И он сделал немножко по-другому, как прежде раз было. Во-первых, здесь говорится, что сделал тайну. Уже не было вот такой, так как первый раз выбирали, все-все-все, люди пришли, там начали говорить, советы давать. Нет, уже бессоветовал. Во-вторых, они пошли к определенной землю, на определенный город посмотреть. Это не было хождение там 40 дней или сколько просматривая все города вокруг. И в-третьих, это было несколько человек. И мы видим, что Господь благословил то, что они пошли. Потому что весьма большие чудеса. Чудеса, что они попали к Рау, которая была блудница но верующая на тот момент. Только одно, она нуждалась, чтобы пришли люди и рассказали ей больше. Мы видим, что она настолько была, верила в этих Бога, что даже когда она сказала своей семье, придите ко мне в этот дом и будьте там в течение как минимум 7 дней и будут люди ходить вокруг вас, они пришли. и эти два согладателя были тоже сильно верующие, потому что они сказали такое, что ну никак по-логически не звучит. Вот эта веровка, которая будет висеть, вы останетесь там жить. Но мы видим, что их сердце было с Богом на одной линии. И Господь в точности благословил. Поэтому насколько важно, насколько мы сейчас здесь разные люди и разные люди участвовали, больше есть старшие опытные люди, меньше опытные люди. Конечно, чем старше человек, тем более он опыт должен принимать от Слова Божьего, но все равно Слово Божие призывает и говорит все проиграть, о чем говорит Слово Божие. Теперь разлетимся назад на горную проповедь. Нагорная проповедь это не список дел, которых можно отметить, как бы я исполнил какие-то нужные и еще что нужно исполнить. Скорее всего на горную проповедь это состояние человека, это как бы образ жизни. Вот людей, которых образ жизни на горную проповедь, то они ближе к всего будут там, что там говорится, так поступать, чем бегать за авторитетами людьми, и это хорошо. или строить жизнь свою на различных опытах. Например, вот у нас есть молодые люди, когда заканчивают школу, и дальше что? И много хочется спросить, когда заканчивают школу, куда идти, учиться, возможно, стоит ли идти учиться или нет. Спрашивать тех людей, которые недавно получили образование, они могут порекомендовать, какой калий, все так дальше. Все это звучит хорошо и правильно. И это в какой-то мере и опыт, и авторитет, который говорит им. Но есть люди, и даже в нашей стране, которые заканчивали школы, они вставали на колени с родителями, с кем-то еще, и просматривали Слово Божие, что Господь хочет для меня, в моей жизни. Хочет ли Он, чтобы я был тем, тем, или это, или так дальше. И в конце концов они приходят, что Господь хочет, чтобы я погиб через несколько лет там миссионером в какой-то стране, в какой-то другом месте. Вот оказывается различие между опытом, авторитетом и Слове Божьим, когда вникаешь в Слово Божие, и оно иногда говорит совсем другое, когда вникать в Него. И насколько важно что-то делать или быть. Вот на горной проповеди больше, как-то чаще всего нам кажется, что нужно что-то делать, чтобы быть правильным человеком или так дальше. Но если больше, глубже взглянуть, то там Иисус говорит, что надо кем-то быть. И вот я выписал некоторый список, и хочу вместе с вами прочитать, что на самом деле недостаточно делать что-то. Важно быть кем-то. Строить на камне для этого недостаточно плакать, нужно быть плачущим. Строить на камне для этого недостаточно проявить милость, нужно быть милостивым. Строить на камне для этого недостаточно призывать к миру, а быть миротворцем. Строить на камне Для этого недостаточно быть изгнанным за Христа. Нужно быть в состоянии радости, что имеем привилегию страдать за Христа. Строить на камне – для этого недостаточно быть солью, а быть солёною солью. Строить на камне – для этого недостаточно жить по заповедям Иисуса, но учить других ими жить. Строить на камне – для этого недостаточно не делать зло брату, но даже не гневаться на брата. Строить на камне – для этого недостаточно приносить жертвы Богу, а вначале убедиться, что мы в мире с людьми. Строить на камне – для этого недостаточно бороться с искушениями, а обрезать весь путь искушению. Строить на камне – это когда подставляешь другую щеку. Строить на камне – это недостаточно идти одно поприще, но второе поприще. Строить на камне – это когда проявляешь любовь к врагу. Строить на камне – это когда делаешь милостью втанья от других людей и без выгоды для себя. Строить на камне – для этого недостаточно проговаривать молитву отче наш, но практиковать ее в жизни. Строить на камне – для этого недостаточно просить у Бога прощения, но всегда прощать других. Строить на камне – это собирать сокровища на небесах. Строить на камне – это следить, чтобы наш светильник Око было всегда чисто. Строить на камне – это когда служить одному Господу. Строить на камне – это заботиться о Царстве Божьем и правде Его. Строить на камне – это когда быть к себе строже, чем другим людям. Строить на камне – это просить, искать, стучать. Строить на камне – это не только войти через тесные врата, но и идти узким путем. Строить на камне – это берешься от лжепророков, узнавать людей не по делам, а по плодам. Строить на камне – для этого недостаточно говорить «Господи, Господи», но исполнять волю Отца Небесного. Можно список еще продолжать. Насколько оказывается, это основание, которое Христос сказал в свое время, Он говорит, чтобы быть, а не просто делать. Не просто, однажды сделал. И чтобы быть, чем мы больше есть тем, что здесь говорится, тем меньше шансов, что мы можем не строить на Слове Божьем. Интересно, что слово «награда» здесь, в Нагорной проповеди, встречается шесть раз. А во всей Библии я просто ввел на интернете слово «награда» только восемнадцать раз. Я понимаю, что больше в Библии говорится «награда», может просто неправильно по другому слову вести. Но вот торопясь, я увидел такую разницу. Насколько много оказывается в этих трех главах Господь говорит о наградах? Это непросто. Он хочет обратить наше внимание именно сюда. Он хочет обратить наше внимание сюда, чтобы мы знали вот здесь, здесь откуда источник. Ведь мы все живем и понимаем, каждый из нас, если что-то купляет, кто хочет, возможно, не лишние деньги за это отдать, средства. Если купить, то купить что-то надежное. Мы все разумные люди, все понимаем. Также и мы должны понимать, что где говорится «награда», это не просто там, это достаточно серьезно, что Господь хочет привлечь наше внимание. Я зачитаю, где говорится о наградах в Нагорной проповеди. Первое, 5.12, говорится о гонении за Христа. Второе, 5.46, награда за то, что мы любим тех, кто нас не любит. 6.1, награда тем, кто дает милостыни. Интересно, что 6.2 снова используется слово «награды». Награды за милости, которые сделаны в тайне от себя. Я размышлял и все-таки написал «тайне от себя». Почему это важно? Там говорится, когда правая рука не знает, что делает левая рука. То есть, когда я даю награду, то есть, я не знаю, что это может быть, физическая помощь, финансовая помощь или что-то еще. И могу кому-то давать. И вот смотри, вот я тебе даю, и я помню, что вот я тебе помог. Или тебе, или за границу, или так дальше. И когда надо будет, я это припомню. Ну, может быть, это хорошо, но здесь говорится о другом. Это в тайне от себя. Вот я дал, и как будто умерло оно для меня. Я никогда больше об этом не помню. Даже моя рука, это, конечно, мы понимаем, что рука наша, то, что право делает, и лево знает. Но в тайне от себя для меня это было более понятно, что просто сам не знаешь, кому ты сделал добро, когда, сколько, и тогда будет награда. Это 6.1. Пятая награда за молитвы в тайной комнате. 6.5. Я убежден, что каждая минута, которая проведена в тайной комнате, она считается у Бога. Он считает наши молитвы. Каждую минуту. Вот когда мы идем на работу и работаем, и каждая минута нам подсчитывается, и в конце месяца, недели, когда нам дают то, что мы заработали, наши работодатели это делают. Они не обманывают нас. Тем более, когда Господь сказал, что Он считает, что будет награда за молитвы, а не будут за молитвы. Я не знаю, часто это забывается, часто. И, наверное, одна из причин, почему дьявол прилегает все усилия для того, чтобы не было молитвенной комнаты, чтобы в нас не было молитвенной комнаты. Я помню, когда еще не женатый был, у меня был будильник 10.25, он звенел каждый вечер, и я знал, что через 5 минут это будет мое молитвенное время. Я помню, сколько много борений было ради того, чтобы не молиться. Даже такие мелочи, чтобы пойти что-то взять, горло пересыхает, все остальное. Я думал, что со мной не так? Что со мной не так? Почему это происходит? И прочитал несколько людей, несколько книг, и оказывается, это невыносимая война. И каждый, кто молился, он несколько часов понимает, что это такая борьба, что вот сатана хорошо знает, и он все делает, что на любую, на меньше, на меньше, на меньше какую-то минуту сократить наше время в молитвенной комнате. И это удается. Я за себя скажу, к стыду моему, ему это удается. И последнее, награда за пост. Господь считает, сколько дней мы проводим в посте. Господь это делает. Мы это можем быть уверены. Господь всегда награждает нас. Братья и сестры, время летит. Быстренько заключение. Я обратил внимание больше на Нагорную проповедь, и можно подумать, что как будто бы выделил ее с Библии и показал, как будто бы это что-то больше, чем оно на самом деле есть. Ефесянам 2 глава, 19 по 20 стих. Поставить все на место, чтобы мы понимали, что Слово Божие говорит и было правильного. Там говорится так. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, говорится к нам, христианам. Но сограждане святые и свои Богу, говорится нам, был утверждены, можно сказать, основания, основаны апостолами и пророками. Это основания являются апостолами, это Новый Завет, послание, а Ветхий Завет – это пророками. То есть, все Слово Божие, все, что здесь написано, это наше основание. Но, когда Иисус говорил слова «Мои сии», то мы принимаем, что Он говорил сии слова, которые Он говорил. Когда Иисус восходил на небо, и последние 10 слов Он сказал «Учаясь соблюдать все, что Я повелел вам». То есть, есть какое-то особое, что Господь говорит «Все Слово Божие, утверждены на основании апостолов и пророков». Но Иисус все-таки поднимал авторитет и говорит, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, вот это наше здание, оно стоит, но все в этом здании вталкивается фундамент. Вот, все, окна, двери, даже эта люстра, кажется, она висит, но можно проследить, что если фундамент рухнет, рано или поздно она рухнет. Поэтому интересно, что Бог сделал. Он пришел на землю в виде Иисуса Христа, и для нас христиан, сказал вот эту Нагорную проповедь, полностью связал с Ветхим Заветом. Как, например, как связал Нагорную проповедь, говорится о браке, прелюбиянии, разводе и так дальше. И в Ветхом Завете много сильных примеров, как правильно, как неправильно и так дальше. Иисус сказал в этом Нагорной проповеди. Ну и послание, мы видим, как они превозносили, что это хорошо, брак, что он свят, что Господь заботится все, как должно быть. Поэтому это как-то связано. Когда мы проходим по Нагорной проповеди, есть ниточки Ветхий Завет, которые показывают в большинстве вариантов, как неправильно поступать. И ниточки все послания, как апостолы показывают нам поступать. Христа кругольным камнем, на котором все здание согласно стройно. Оно согласно. Мы знаем, что Слово Божие, оно соглашуется. Если нам кажется противоречие, это лишь потому, что мы не до конца разобрались. Возрастайте в Святой Храм Господи, на котором вы устрояетесь в жилище Божьим Духом. Поэтому вопрос, строю ли я на фундаменте, который является Слово Божиим, и в данный момент мы коснулись Нагорной проповеди, это зависит, какой подход мой. Если галочка, да я вроде не то, не то, не убиваю, не о том Господь говорит. Господь говорит, чтобы мы были кем-то и были таким, как Он был. Аминь. Господь говорит, что Слово Божьим.